Я хочу, друзья, сегодняшней беседе немножко... Вчера у нас получилось такое нагромождение тем, и важные мысли мы просто проскочили. Я хотел бы сегодня вернуться к поступку Ильи, к бегству Ильи, и проанализировать его, как бы рассмотреть духовную реальность происшедшего, потому что следующая тема – это школа на горе Хариф, или школа на горе Синай. Хариф и Синай – это одно и то же. Она не сможет быть понята, события на горе Хариф не смогут быть поняты, если мы до конца не поймем, что же произошло с Ильей, когда он бежал от Иезавели. Вы помните, что когда Ахав пересказал Иезавели жене своей, что Илья убил пророков, он тоже не сказал самое главное, что Бог огонь не звел, что Бог принес жертву, так он должен был бы сказать, что Ваал оказался мертвым Богом. Но здесь мы видим, когда люди во что-то веруют, в ложную веру, то они не видят даже очевидные факты и не акцентируют совершенно внимание. Вот нам иногда кажется, когда мы спорим с кем-то или что-то им читаем, вот уже все, мы убедили людей. Это относится к верующему человеку тоже. Он будет видеть в Библии то, что он хочет увидеть. И только человек свободный в Боге может видеть истину. Вот так Ахав не видел и не помнил о том, что огонь сошел, но он хорошо описал Иезавели, что были уничтожены пророки. Иезавель послала угрозу и сказала, что завтра пусть то и то мне сделают Боги мои, если я завтра не сделаю с тобой то, что ты сделал с пророками. То есть в результате этой угрозы Илья поднимается и бежит. И просто убегает. Вот он бежит там около 200 километров. Он оставляет своего отрока. Мальчик всегда его сопровождал. Он оставляет мальчика. Остается один сам. Падает под межевельным кустом. Просит Бога, отбери у меня жизнь. И выключается. Вот такие события произошли. Духи заблуждения, атакующие Илью. Нужно понять, что вот подобные вещи, как, например, панический страх, он не может прийти моментально. То есть вот всегда есть такая закономерность, что нарастание силы. Ну, например, для того, чтобы запустить большой двигатель, там вот в тракторе или в танке, наверное, есть маленький двигатель. И вот маленький двигатель запускает большой двигатель. Маленький грех запускает большой грех. Равно как и маленький духовный опыт в Боге запускает другой опыт. То есть все происходит с невидимого явления. И вот Бог всегда реагирует на невидимое явление, то есть на признаки, а человек уже реагирует на сформировавшуюся проблему. Вот я говорил о том, что всегда важно движение. В какую сторону движется, скажем, вот человек. Если вот мы говорили о супружестве, если вчера лучше, чем сегодня, оно совсем плохо. Но если оно лучше, чем сегодня, тогда мы движемся в правильном направлении. Но если сегодня хуже, чем вчера, тогда мы, естественно, движемся просто в ад. И вот здесь такое явление. Илья бежит. Нам нужно понять, что фактически... Что значит бежит? Бог его поставил. Он совершил часть только служения. Он, будем говорить, явил силу Божью. Он, значит, молитвой открыл небо. Вот народ признал Бога. Ахав тоже как бы смирился. То есть произошла первая часть Божьего плана. И по логике вещей Илья должен оставаться. Вот он бежал в Израиль. И помните, рука Божья была на нем. То есть рука Божья вела его в столицу, вот в столицу израильского государства. И это было где-то недалеко от дворца Ахава. Бог его сказал, приди, он пришел. Вот и, естественно, он должен оставаться. И завтра, будем говорить, будут следующие действия. Но Бог не всегда открывает пророку, что будет завтра. Бог ему просто ничего не говорит. Он должен здесь быть. И наступит завтра. И Бог скажет ему. У нас останется за тем и случай, когда пришли на гору требовать к другому уже царю Ахаву умер, к другому царю Ахава, этого Илью. И он просто попалил несколько пятидесятков. То есть огонь Божий свел, и 50 солдат пришло, и он их просто огнем уничтожил. То есть он такой силой, в принципе, обладал. Вот здесь же он вдруг оставляет место своего служения. Представьте себе, Бог начал производить глобальные процессы в народе. Народ пробудился, часть жрецов уничтожена. И завтра что-то должно произойти. Ну что должно произойти? Раз Бог начал вопрос очищения, то завтра он будет это и продолжать. И то, что Изавель реагирует и шлет угрозы, это является частью плана. Потому что священники Вала тоже же как бы были уверены, что они не сведут огонь. Но там Илья был уверен в силе Божьей. И, следовательно, и здесь ничего угрозы для него не означают. Но вдруг там у него не было сомнений, а здесь сомнение родилось. Там он опирался на Бога и говорил, заливайте водой, потому что сила Божия все, как бы, скажем, высушит и испеплит. Здесь же он пугается. Этот страх не приходит внезапно. Он на чем-то основан. Где-то произошел разрыв с Богом, вот как электрическая цепь оказалась разногнута, электричество перестало поступать, лампочка перестала работать, двигатель остановился. Вот все. Все обесточено, все мертвое. Вот так же самое произошло, что-то в невидимом мире произошло с Ильей, и он бежит. Тот, который, будем, которого кормили воронов, который видел, как катка наполнялась маслом, тот, который воскресил сына вдовы, Бог готовил его к последующим событиям. В конце концов, все, что случилось на горе Кормил, не входит, не соответствует логике. Невозможно понять, почему вдруг он потерял веру в опору Бога. И только вот эта вот вся сумма, будем говорить, его школы, его закалки, все, что через него прошло, и вот это говорит нам, что есть какие-то невидимые процессы, которые просто разомкнули эту цепь. Просто, как бы, скажем, для него Бог перестал существовать как сила. Мания величия. То есть три факта. Духи, которые его атаковали. Мания величия. Ложное ожидание великих результатов своего служения. Разочарование в обманутых надеждах. Страх перед Изавелью. Вот три рода духов, вот три, скажем, искушения, которые его атаковали. Я знаю, братья и сестры, что вот когда я часто повторяю слово, допустим, духи атакующие, вот, оно вызывает у некоторых какое-то внутреннее такое неприятие. Но нельзя все на бесов списывать. Приблизительно есть такая схема, как бы, вот, действия, чтобы мы поняли, как действует враг на человека. Во-первых, есть сам, сейчас я включу вам, нет, это будет, наверное, долго. Скажем, вот есть человек. Каждый из человек, каждый человек в своей плоти предрасположен к жадности, к блуду, к страху, там, есть такое предрасположение у человека в силу его греховности. Но когда на него, когда эти вещи не будут питаться сатаной, вот, то есть, возбуждаться, когда эти механизмы не будут приводиться в действие, вот, оно просто не работает. С другой стороны, есть сатана, который исполнен этим грехом. И, находясь в рабстве греха, как раз человек носит в себе это семя. Но это семя должно прорасти. Есть сатана, который придает энергию вот всем этим фактам греха, которые потенциально носим мы. Но эти, этот грех, надо запустить, запустить в действие. Теперь у сатаны есть идолы, и есть их жрецы. Идолы – это символическое отображение многоликого сатаны. То есть, это или статуи Ваала, или это фильмы, или это там развратные женщины, неважно что. Это, будем говорить, отображение ада, которое, как бы, символизирует самого сатану. И есть жрецы, которые служат вот этому символическому образу, обслуживают. Например, Олимпиада, и все вот эти вот, все вот эти, будем говорить, спортсмены – это жрецы, бога Зевса, потому что огонь зажигается, в буквальном смысле, зажигается у бывшего храма Зевса, это сюда несет. И, кстати, я не могу сказать, что все они блудники, я уже вам об этом говорил, я специально, как бы, исследовал этот вопрос. Вот, я еще раз повторю, что там завозят такое количество презервативов в Олимпийскую деревню, значит, там живет полторы тысячи спортсменов, мужчин и женщин. Они живут на протяжении где-то двух недель, пока длится Олимпиада. И вот завозят этих вещей по две, по две штуки на каждую пару. Представляете, это они должны спариваться два раза в день. Вот такой, как бы, прогнозируемый момент разврата. Это не мужья и не жены, это просто молодые парни и женщины. И вот я читал отзыв вратаря женщины, вратаря футбольной команды Америки, она говорила, что это вообще распутство день и ночь, где люди просто вот на клубами между этими зданиями просто занимаются распутством. То есть, вот здесь как раз налицо два факта. Факт, будем говорить, идола жертвенного и факт блуда. И это везде так. Любые фильмы, любые артисты, любые балеты. Я когда-то в 67-м году, это было сколько там, 50-летие советской власти было, и наш оперный театр, значит, был на реставрации. И поскольку нужно было сделать его к юбилею на 7 ноября, вот, то такие все второстепенные работы со всех производств Одессы, даже студентов-медиков присылали, чтобы они там мыли, чистили. И я в качестве столера был туда направлен. Вот. И, значит, я оказался свидетелем разговора, вот, как там вот, как живут артисты в этом оперном театре. Тогда уже, это еще 67-й год был, я увидел, что это просто сплошной разврат. Я еще был совсем, мне было в 67-м году сколько? Мне было 18 лет. И я соприкоснулся с ужасом этого мира, с этими балеринами, вот, и так далее. То есть, все эти жрецы, которые, по сути дела, сегодня служат современному искусству, они являются, так или иначе, как бы, служат этим богам, и, сопутствовало блуд. Вот. И физический блуд, и, как бы, скажем, и духовный блуд. Вот таким образом действуют сегодня эти духи на человека. Я всегда, когда говорю духи, вот, я подразумеваю, что есть сатана, который, будем, которому служат. В нем энергия греха. А есть вот эти жрецы, есть идолы, которые служат сатане, в образе своего искусства, в образе, как бы, вот, земных идолов. Дальше. Но как достать до рядового человека? То есть, то, что они между собой там блудят, то, что они служат этому искусству, они изготавляют определенную продукцию. То есть, они рекламируют свои тела, они издают фильмы, вот, они шьют юбки с этими ширинками, они шьют брюки, ну, не важно как. То есть, есть жрецы, которые внедряют вот эти технологии и уже передают, передают людям. И когда человек потребляет эти вещи, то есть, через эту цепочку, он участвует в этом идоложертвенном, по сути дела, происходит то, что говорит Павел, когда язычники приносят жертвы, они, идолам, они приносят эти жертвы бесам. И я, говорит, не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. То есть, фактически, мы потребляем просто ту продукцию, которая несет в себе дух, символ, вот, которая приучает нас. Фактически, происходит вот это вот общение с бесами. И это такая, не слишком длинная цепочка, вот, но она фактически замыкает эту цепь, и эти технологии работают сегодня очень успешно. Вот три приблизительно, будем говорить, рода духов, или три греха, три заблуждения, которые были внушены Ильи, и вот вы видите, все началось с мании величия, сложного ожидания великих результатов, потом это не состоялось, произошло разочарование и страх перед Иезавелью. Духи заблуждения воспользовались склонностью человека впадать в манию величия. Вот я помню, когда я готовился к своей первой проповеди, мне, наверное, 16 лет было, я думаю, что 16 лет, я сильно боялся, что моя проповедь будет сильно хорошая. Это такой был, как бы, страх, вот, откуда она взялась? Еще я никогда не говорил проповедь, то есть, вот это потенциально живет в нас. И я думаю, вот, чем, когда мы взрослеем, то, вот, особенно, когда у нас что-то получается. Ну, и в целом, конечно, человек чувствует, что он крутой, он идеальный, он особенный, он уникальный, вот, вот, и так далее. И, особенно, в деле служения Богу, я сейчас говорю о верующих людях, вот, человеку свойственно думать, что он совершает что-то необычное, что-то сверх особенное. Действительно, Бог может это делать, но часто, часто это, человек в этом не имеет никакого, как бы, ну, сама энергия не принадлежит человеку, она принадлежит Богу. Вот. А есть еще, когда человек просто ожидает намного больше, чем делает это Бог, вот, или в своей роли в этом уделяет намного больше, чем предусмотрел Бог. Так произошло приблизительно с Ильей. Он сошел с Божьего пути тогда, когда позволил обольщению, ошибка, простите, сформировать в своем сознании ложное ожидание великих результатов своего служения. Когда, вы можете представить себе, когда это произошло, все на горе кормил, когда народ упал, воскликнул Господь, есть Бог, когда 450 пророков были казнены, конечно, он был на крыльях, и он ожидал, что этот процесс и дальше продолжится. Но у Бога были другие планы, которые, как говорится, остались за кадром. Мы знаем, что Бог продолжал этот глобальный процесс, как вот мы не знаем. Но на следующий день утром, во-первых, когда уже поведение Ахава говорило о том, что с Ахавом ничего не произошло. Ахав живой, Ахав тот же самый. Больше того, уже следовало ожидать, что когда он приехал, то он пришел в себя, и, естественно, Ахав нанесет ответный удар. Ахав жива, Ахав живой, 400 пророков живые. По сути дела, все основные ресурсы Ваала остались на месте. Илья впадает в разочарование, потому что то, что он ожидал, вдруг Бог остановил свой процесс. Конечно, он подразумевал себя как центральную фигуру, не потому, что он плохо хотел. Он ревновал о деле Божьем. И он хотел уничтожить врагов. И он думал, что Бог так будет сделать, но Бог так не говорил. Он просто должен был молча ожидать, что скажет следующее. Теперь, поскольку он попал вот в это ложное ожидание, то после ложного ожидания у него начинается разочарование. Бог ничего не говорил пророку о конечных результатах. Илья выполнял отдельное поручение, а общий план дела Божия находится в руках самого Бога. Значит, что? Нужно сидеть и ожидать, что дальше скажет Господь. Но обольстив Илью в святых ожиданиях, духи стали мучить его разочарование. То есть процесс остановился. Видите, он бежит впереди Бога. А Бог умышленно чуть-чуть отстает. Вот так иногда бывает, когда человек, скажем, вот меньше, пытается перехватить инициативу. Так вот бывает в жизни. Бывает иногда между мужем и женой. Вот когда муж что-то делает, и женар перехватывает инициативу и побежала вперед. А он тогда чуть подстал. Бывает наоборот, да. Бывает это вот на работе где-то, вот в любых проектах, когда тот в руках чего инициатива, он просто немножко отходит от дела и все, естественно, получается пшик, как бы человек не тужился. Потому что каждому поручено свое дело. Поскольку Илья вырвался вперед, поскольку он взял на себя, будем говорить, то, чего Бог не предусматривал, может быть, Бог и сделал бы это, но он потерял уже тогда Бога. Он уже так вошел в роль, что он, как бы, Бог должен был бы это все обеспечить фактически. Я приведу вам пример. Вочманни в одной из своих книг, сейчас я не помню, в какой из книг, он приводит такой пример. Он говорит, у меня есть два брата в церкви. Есть хороший декон, который может все, что, значит, сделать очень идеально. И есть хорошее проповедение. И у меня для предстоящей конференции есть два задания. Первое задание – это нужно организовать всю хозяйственную часть. Второе задание – прежде чем я, говорит, буду вести основную часть, спикер должен сказать короткое вдохновляющее слово. Я, говорит, вызываю декона, вызываю, говорит, проповедника. И декону даю деконскую работу, проповедника проповедницкую работу. Вот. И как бы все происходит идеально. В другой ситуации я, говорит, решил поменять роли. Деконскую работу я даю проповеднику, а проповеднику даю деконскую работу. И он задает вопрос. Скажите, а в каком случае эти братья будут молиться сильней? Во-втором. Почему? Потому что, когда человек делает свойственную ему работу, он, конечно, молится, но оно у него же просто получается, как по маслу. Но когда он делает то, что он не умеет, тогда ему ничего не остается, как только надеяться на Бога. Но Бог говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Конечно, если порубать дрова, смешно, если человек будет молиться для того, чтобы правильно порубать дрова. Хотя я советую помолиться, чтобы не оставить на пне пальцы свои. Серьезно молиться. Но, естественно, что. Но зато, значит, когда человеку что-то надо, явная помощь Божья, он молится и до, и после, и после. Он задействует всех вокруг, потому что как бы это сильно человеку надо. Так вот происходит. Когда Илья вошел в эту колею, он потерял Бога. У него все это просто получается. Ему было сначала трудно поверить, но когда он поверил, он освоил как бы это, и уже Бог превращается в технологию. То есть вот помолился, и оно все должно автоматически делать. А это духовная битва. И Илья не понимает, что здесь входят духи, и под видом Бога начинает ему, что, давай, Илюша, давай, мы победим, все нормально, завтра будет вот так и так, ты будешь национальный герой, ты соберешь весь этот конгресс Израиля, в общем, давай, полный вперед. И он поверил этому. А потом на завтра никакой полный вперед, все кругом тихо, и приходит Ганец и говорит, завтра тебя просто уничтожат. Он, Господи, Господи, а Господь молчит. А Господь ничего не отвечает. То есть это определенная стратегия духов, которые ввели его сначала в эту манию величия, а потом они ввели его в разочарование, а потом паника. В это, значит, с помощью угроз Изавеля они атаковали пророка страхом и паникой. В результате духи лжи заставили Илю в безумии и страха бежать с места своего служения. Они довели его до полного физического и духовного пустошения. Илья потерял реальное восприятие происходящих событий, волю к жизни, и стал просить у Бога смерти. Я не знаю, как вы, братья и сестры, я довольно очень часто, как бы, скажем, испытываю давление духа. Бывает ночью. Я проснусь и не могу заснуть. Я начинаю переживать, ну, большей частью я переживаю за служение, за дом мира. Ну, есть вещи, которые, как бы, я чувствую на себе ответственность. И вот просто у меня сатана отбирает сон. И я во сне начинаю бороться и просить Бога просто вот такое громаднейшее давление. Ну, и в целом, можно сказать, после... Я довольно очень часто испытываю это давление, которое приводит к разочарованию, опускаются руки. Вот. И я понимаю, что мое служение, вот то, что я вам озвучиваю, это дается очень дорогой ценой. Во-первых, нужно, как бы, будем говорить, потом и кровью добыть эту истину. Вот. Потом нужно еще выдержать ответный удар врага, который, как бы, скажем, действует через отдельных людей, может быть, даже через близких. Вот. И так далее. То есть, это война. Если бы это легко было, бумажку написал, всем раздал, все прочитали, и все сразу стали ангелами. Нет. Оно не так. То есть, проповедник, это действительно человек, он осуществляет битву. Вот. И, как Павел говорит, битва наша не против плоти и крови. Вот ошибка молодых братьев. Есть ошибка многих, как бы, будем говорить, уже и старших людей, на которые не понимают, что за слово надо стоять, надо платить цену. Вот. Человек, допустим, плохо подготавливается. Плохо подготавливается, взял, смял, сказал проповедь или прочее. Короче говоря, я вам сказал, вот вы так вот делаете. Сатана его вынуждает, дух его вынуждает просто скомкать проповедь. Он не доносит истину Слова Божия, она работает. Но кто будет слушать какого-то, как головой свихнулся, какого-то законника. И его, он вроде все правильно сказал, но она работает ровно наоборот. Это битва. И вот Илья попал в сети этих духов. И они, естественно, уже когда он попал, они его продолжали гнать. Понимаете? Это нарастает. Мы должны усвоить эту истину. Вот. Господь говорит Петру, зачем ты позволил вложить в сердце свое, как он говорит, отойдет от меня сатана. Да нет, да. Отойдет от меня сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот яркий пример. Прямо сатана. Так же само было с Ананием и Сапфирой, когда он вложил им мысль, которая кончилась для них смертью. Та мысль, которая приходит нам в голову, она может быть и от Бога, и она может быть от духовобольстителей. То есть, как я говорил, две силы действуют на человека. И поэтому, когда человек отрывается от Писания, фактически он остается жертвой духа заблуждения. Все. На этой жизни можно поставить крест. Я часто смотрю на человека и пытаюсь вычислить, куда он движется. И когда я вижу, что он фактически оставил слово, он может быть застегнут на все пубицы, вопрос не в этом. Все равно видно, куда человек движется. Либо он стоит, но застой, это значит отключение от Божьего слова. Либо он уверенно движется, и понятно, что если это будет верующий, то это будет как головня из огня. Это будет просто позорище в его судьбе. Он не доживет до торжества в своей жизни. Либо вообще он просто не будет жить. Это разруха и так далее. Вот все, что мы говорим сейчас о семьях, о всему прочему, стоит ли человек на Слове Божьем. Вы понимаете, вот вопрос, кто кому поминоваться должен, как одеваться, и так далее. Да как написано? Мне сегодня звонил один брат вот с одной из церквей Украины. У них вот подобный вопрос значит одежды, там телевизоров стал. Вот. И он говорит значит такую мысль. Если я поступлю так, одна часть церкви там уйдет. Если я поступлю так, другая часть церкви уйдет. И вот как вы посоветуете, у вас есть опыт. Я говорю, брат дорогой, ты должен поступить так, как говорит Бог. Когда-то Геннадий Константинович нас учил и говорил, политик – это человек, который в интересах своего государства врет столько, сколько нужно. Так вот, пресвитер, или служитель, или просто христианин, он не может склоняться туда и туда, как политик, пытаясь вычислить, при каком поступке у него будет как бы меньше потери. Он должен стать за Бога. Поэтому, как говорит Писание, и над этим нужно думать, не просто один стих прочитать, как говорит Писание. И еще хочу сказать, если между человеком и Богом есть грех, или если человек невозрожден, то есть он не имеет живого общения с Богом, он Бога вообще, в принципе, не слышит, Бог ему ничего не говорит, он просто по инерции верующий. Он ничего не поймет в Писании. Вот как мы говорим, что прежде сначала нужно решить вопросы с Богом, потом вступать в брак, потому что, оказавшись в проблеме, не будучи возрожденным, человек просто ничего не решит в браке, ему Дух Святой ничего не объяснит. Точно так же человек не сможет понять какие-то сложные вопросы в Библии, если его Дух Святой не научит. Библия вообще закрытая книга. Она открыта только для возрожденных людей. Неверующие в ней ничего не понимают. Написано, что я пошлю вам Духа Утешителя, который придет и что сделает? научит вас и наставит на всякую правду. Дух Святой должен открыть. Поэтому, когда у человека нет отношений с Духом Святым, это просто либо заблудившийся, либо плотской, либо вообще невозрожденный. Поэтому требуется от человека наладить свои отношения с Богом, во-первых, чтобы не было никакого греха. Вот. А что такое грех, грешник должен понимать. Это известно. Во-вторых, должно быть живое общение с Богом. А потом мы будем употреблять усилия, как Павел говорит Тимофей, вникай в себя, в учения, занимайся с ним постоянно, все поймешь, спасешь себя и слушающих тебя. То есть, вот таким образом открывается нам воля Господня. Пророк дал место духам страха, а сам отошел в пустыню на день пути, придя, сел под межевелевым кустом и просил смерти себе. Сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих, и лег и заснул под межевелевым кустом. Атаки духов страха и маловерия. И вот ангел коснулся его и сказал ему, Илья, встань, ешь. Бог не попускает быть искушаемым сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Вот здесь, друзья, показывает соотношение Бога, что очень важно. Илья совершил серьезный поступок. Это падение. Понимаете, это дезертирство. Это вообще он сломал Божьи планы. Представьте себе, на следующий день Иезавель тоже в страхе. Ей же Ахав рассказал, как он собственноручно заколол всех и как огонь сошел. Она же это понимает, и Дух Святой ей говорит, попали от твоих всех солдат и все твои остатки. И она в страхе. И она тоже, значит, вот дрожит от силы Божьей. Вот, и думает, что же теперь делать? Куда ей убежать от Ильи? Сказать одно, а сделать другое? И когда, и вдруг ей сообщают, что Илья убежал. И она руки опустила. Она ожидала встретить противника, она готовилась к битве, она втайне думала, что и ее там огонь попалит, и она окажется в числе жертв. А вдруг Ильи нет на месте? Какое бесславие для Господа! Какое торжество Духов Вала, Жрецов Вала! Исчез Илья! И нужно сказать, братья и сестры, он больше уже никогда не появлялся на такой арене. Он ушел с этого места и больше никогда не вернулся. Все. Он упустил момент. Он оказался святым человеком. Он продолжал служение. Господь взял его на небо. Но то дело служения, которое должен был сделать он, сделали уже другие люди. Он призвал Елисея, Господь выслал другого царя Иуя, который уничтожил и Завель, и пророков. Вот Илья уже просто он дезертировал. И это очень серьезно. И я хочу сказать для всех отцов, матерей, особенно для служителей церкви, хочу сказать, как очень легко оказаться под воздействием духов. Духов заблуждения. Очень легко. Повели сначала в маленькую ложь, потом постепенно он просто проведет в тупик. И вот так многие служители в тупике и находятся. А разве я могу изменить? А разве я могу им приказать? То есть, а как это все получится? Они просто не верят в силу Божию. И Господь вылечивает, будет лечить Илью от этого страха, но рана, которая осталась в душе, рубец, практически уже, как бы скажем, никогда не рассосется. Он окажется уже таким вот ущербным. То есть, он потерял часть своей силы вот в этой большой борьбе. А готовился великий день победы. Но, к сожалению, он не состоялся. Вот, и враги в этот день торжествовали победу. Важность следующее. Что делает Бог? Вот, Илья, можно сказать, дезертировал. Илья скомпрометировал Бога. Вот, так хорошо все начиналось, и вдруг такой конец. Ну, как бы действовал человек? Вот, мне, как руководителю, часто приходится сталкиваться с эмоциями. Когда кто-то поступил неправильно, и человек ответственный, негодует. Ну, как такое может быть? Вот, ну, это что это такое? Вот, и так далее. Запомните, что когда есть рана, наносить вторую рану, это деструктизм. Так действуют духи обольщения. Помните, что сделал Иуда после того, как предал Христа? Повесился. Правильно. То есть, когда человек находится в заблуждении, здесь важно искать ниточку, искать вот этот уголечек, который, наоборот, согреть его, остановить его любовью, но не толкнуть его дальше. Вот, представьте, человек что-то сделал неправильно. Вот я своим братьям всегда говорю, я как бы, у нас идет такая духовная брань со всеми там, вот, примочками неверующими, идольскими, всеми этими, вот, припарками. Вот, и я всегда говорю, братья, только не берите душу за душу. Не пережимайте ей горло. Вот, любите этого человека, потому что очень легко стать законниками, святыми, и вычислить эту овечку, как бы, скажем, и ломать ей руки и ноги. Нужно терпеть, нужно любовью брать, нужно учить, нужно говорить, нужно постепенно. И самое ответственное, когда душа упала, когда она споткнулась, есть всегда какие-то причины. Есть, конечно, когда человек пьет греко-холодную воду, когда человек явно бунтует. Но все равно, мы говорим раз, мы говорим два, мы говорим три, вот, и наступает момент, когда мы принимаем какие-то меры, то есть, когда меры, мира исчерпаны. Но бывает, человек споткнулся, всегда, вот, нужно разобраться, вот, и главное, любовь, то есть, не деструктизм, не ударить по темечку и выбросить за стан, а вылечить эту овечку, поставить ее на ножки, и она потом будет верно Богу служить. Смотрите, как действует Бог. Ангел коснулся его, толкнул в бок и говорит, Илья, проснись, Илья, поешь. Он еще будет спать, но когда пища будет перевариваться, он же не ел, он же обессиленный. Если он будет спать, то организм не будет набираться сил. И вот Бог посылает ангела и говорит, ты поешь, а потом продолжай спать. Если бы Бог действовал, как мы, он бы его растолкал и говорит, ты бесстыдник, вставать, ты дезертировал, еще тут ноги вытянул и храпишь, как у тебя, у тебя что совесть позволяет тебе спать, и вот когда человек кипит, это признак деструктизма, человек не должен кипеть. Человек должен любить человека, ему должно быть, вы знаете, когда мой сын, скажем, сделал крупную ошибку, я же не побегу кому-то это говорить быстрее. я молюсь, мне стыдно, мне больно, когда потеря, а это нет разницы, мой это сын или другой это сын, вот, это овца Божия, я должен этому сострадать и должен любить. Вот так действует Бог. Ангел его толкает, Бог и говорит, Илья, ну что ж ты голодный спишь, ты встань, покушай. И взглянул Илья, а на сердце тяжело, он же понимает, что он сделал. И вот у изголовья печеная лепешка и кувшин воды, он поел и напился опять, и заснул, напился и опять заснул. То есть, мир кругом, небо дышит мирно, вот, ангел его толкнул, он же понимает, что это Господь, Господь с ним. А ведь страшно, вот в эти минуты особенно действует совесть, и сатана говорит, вот что, вот видишь, вот видишь, ты отдавал жизнь, и только ты отступился, тут все, тебя уже прокляли, тебя уже, ты такой-сякой. Когда-то такой случай был, вот, когда я совершал служение в Совете Церкви, освободился, значит, один брат, Григорий Васильевич Костюченко, он и сейчас в строю, это был где-то, наверное, 88-й год. И вот он освободился и устроился на работу. Все служители Совета Церкви были на нелегальном положении, вот, потому что нельзя разъезжать по Союзу и как бы работать, вот, и как только человек ушел на нелегальное, его, значит, три месяца, его потом могут посадить за то неядство и так далее. И вот человек освободился, он устроился в бригаду строителей, числится на работе, ну, он же так не может широко разъезжать, человек хочет отдохнуть и побыть дома. И вот у нас было в Молдавии, значит, в Молдавском селе было у нас, значит, совещание, мы собрались там, вот, и так сильно дух повеял, вот, святой, что как-то братья опустились и начали исповедоваться друг перед другом. Один вот встает и говорит, братья, вот у меня такой грех, у меня там вот такой грех, вот тут не был, не дает покоя. И вот он встает, этот брат, и говорит, братья, я хочу исповедоваться, я, говорит, когда вот освободился, естественно, устроился на работу, чтобы чуть отдохнуть, семьей побыть. И вы же знаете, мне сатана каждый день говорит вот что, ты, говорит, вот устроился на работу, а они тебя, типа, проклинают. Они, значит, считают, что они вот разъезжают, они герои, но они же на свободе, они с семьями встречаются. А вот в твой адрес они вот так вот думают и говорят, вы для меня стали врагами. Но, говорит, когда я приехал сюда, увиделся, все меня целуют, обнимают, плачут, радуются, и я понял, что это ложь врага. Ну, и приносит исповедание это, вот, и вместе мы становимся, каемся и так далее. Вот это, скажем, вот пример, как работают духи, вот пытаясь, как бы, скажем, загнать человека в угол. Представьте себе, когда мы даем основания для этого, когда мы как церковь, мы как руководители, мы как отцы, вот, когда ребенок, мы как мужья, когда сатана, скажем, вот загнал жену в угол, и она сделала ошибку, и мы тут уже хватаем за жабры, как бы, скажем, и начинаем душить, вот, не давая, не протягивая человеку руку. Бог так не действует. Это деструктизм. Даже дисциплинарные меры, которые мы применяем, они должны быть направлены на восстановление человека. И вот он, вы видите, изнуренный, посмотрел, а вокруг только еда, покушал, и снова заснул. Первый раз Илью кормили вороны. Второй раз Бог возложил это на вдову Сарепскую. Третий раз в лице ангела сам Бог подавал Илье пищу и хранял его сон. То же самое Христос, так же самое Христос кормил своих отчаяющихся учеников у Галилейского озера. Смотрите, вы видите почерк Божий. Можно сказать, что так Бог подавал манну израильскому народу в пустыне. Вот сам Илья имеет этот опыт. Но третий раз, когда совершено большое, скажем, преступление, можно сказать, сам Бог пришел и руками ангелов подавал Илье пищу, как знак подтверждения родства, что Бог за него, Бог воодушевлял. Илья должен понять, что он сделал. Он сейчас не в состоянии понять. Ему нужно сначала восстановить силы, а потом Бог будет его учить. Это очень важный момент для нас. Вот помочь, скажем, восстановиться брату, помочь подняться, не работать, не лить воду на мельницу сатаны. То есть, когда человек сделал ошибку, и он переживает, и он скорбит, и еще к этому добавляет. Даже если он не понимает. Кстати, Илья не понимает. И мы это увидим. Он долго не будет понимать. Он остается верным Богу, но он не понимает, потому что он считает, что он остался один, вот, и его души ищут. Все, он остался один. Уже всех она истребила, и он остался один. А потом Бог ему скажет, что неправда это. Есть еще 7 тысяч человек, которые не лобзали вала, но он же этого не знает. Он находится во лжи. Поэтому, когда человек делает преступление, он может не знать, он может не понимать. Вот, много различных вот ошибок. Самое первое, надо помочь ему продержаться этот момент, восстановить силы. Вот, и когда он придет в себя, постепенно с помощью Божьей, он поймет то, что он сделал. Вот, советую, что прямо скопировать, прямо скопировать опыт Божий. Хороший сон и хороший стол. То есть, согрешил против тебя брат твой, или будем говорить, совершил он какое-то преступление, написано, что нужно с врагом сделать? Накормить его. Вот, а брату нужно сделать шашлык. То есть, здесь, вы понимаете, это все образно, но суть-то какая? Вот, когда ты с человеком ешь, вот, ты показываешь, как бы, скажем, вот свое единство с ним и свою поддержку. Мы, как люди, в этом очень нуждаемся, и наш Бог именно так поступает со своими пророками. но здесь как раз речь идет о старшего к меньшему. Понимаете, именно старший, который властью своею, когда он делает добро, он наоборот, как бы, скажем, в той ситуации, когда человек ожидает, что его будут ругать, его там уволят, что там его, накажут его, он ожидает. И вдруг, как бы, скажем, ну, прощение, это даже не прощение, а просто, будем говорить, подтверждение отношений. То есть, отношения продолжаются, а вопрос истины, он совсем отдельный. И для Ильи страшно оказаться без Господа. Вот в чем дело. Вот. И я хочу сказать, что, например, где-то, я читал, в армии был приказ, что после инцидента, например, то есть солдат после инцидента с офицером, со старшим по званию, имел право написать жалобу только сутки спустя. Почему? Потому что первая реакция, можно настрочить, наговорить все, что угодно, вот, а сутки спустя человек совсем по-другому смотрит на обстоятельства. Вот то же самое можно сказать, что когда случается какой-то инцидент, в этот момент, во-первых, человек делал, потому что не понимал, делал, потому что наглел, там, или в порыве чего-то, он какого-то заблуждения делал, и он находится сейчас под этим зарядом. То есть, в нем сидят еще вот эти вот духи, которые его обостили. И сейчас говорить с ним, это значит говорить с ними. У него разум еще не включился. И вот нужно подождать, когда он придет в себя, когда ситуация уравновесится, когда человек выйдет из этого стрессового состояния, способен адекватно мыслить, тогда можно ему об этом поговорить. Но он сейчас наежился, и он уже знает, что ему сейчас скажут слово, а он ответит 20. То есть рождается конфликт, после которого разрывается вообще возможность разговора. Когда же предложен вкусный обед, во-первых, сохранился контакт, во-вторых, уже человек обязан, ну будем говорить, нарушитель, если так сказать, он обязан поддерживать разговор, потому что к нему проявили милость и дружелюбие. Возникает возможность для мирного разговора, возникает возможность достучаться до сердца. Но вопрос-то в том, что вот мы, во-первых, двояко, либо нарушили наши права, вот, либо будем говорить, мы как великие начальники реагируем, то есть давим своей властью. То есть мы уже не учитываем Бога в этой ситуации, а мы святей Бога. И мы как бы вот жмем этого человека, вот, или ребенка, или жену, не имеет значения, вот, меньшего. И вот человек часто чувствует, не часто, всегда люди чувствуют, когда их обличают по делу, вот, а сила тогда, когда их терпят, когда их любят. Вот, скажем, когда жена, например, вот слушается мужа, угождает ему, но когда вот не прав, она где-то это скажет. Если она находится вне покорности, что бы она ни говорила, это вообще не примется. Но когда она находится в покорности, вот, Ира, можно твой пример сказать за сережки? Вот Ира подходит и говорит, Ира, значит, ребенка воспитывает папа, с детства воспитывает папа, и он, то есть дедушка, но он как папа этому ребенку. И он надел на ребенка сережки. Ира подходит и говорит, и я, говорит, против, и ребенок против. А что же делать? Но папа, как бы, поскольку он ей сам это, значит, вот одел, он за. Что делать? Я говорю, ты должна уважить его как отца, который взял на себя ответственность за ребенка, потому что он имеет на это моральную власть, и даже, как бы, вот, ну, не пытаться ее обойти. Ты должна показать, что ты, как бы, не хочешь этого, но ты уважаешь его власть. И вот именно признание его власти как раз приведет ее к решению того вопроса, который она хочет. Но, скажем, как делает мне мудрая жена? Когда, например, муж ошибся в чем-то, она, как бы, получает теперь лицензию на непослушание. И вот она, она подойдет, она его будет, сейчас начнет обличать, она будет говорить, что ты, как, какой ты имеешь право меня, как бы, там, мной руководить и тому подобное. Одно другого не исключает. И вот, когда он проявил, он что-то сделал неправильно, но это, она не меняет свое положение, она покоряется, потому что он имеет свою власть. С другой стороны, не в этот момент она тихо и спокойно, во-первых, молится, а потом же сказать, муж, мне больно, что ты так вот поступил. Не когда он ее обидел, а вот вообще. Вот. А обычно мы, люди, используем ситуацию, одни для того, чтобы давить, если они старше, другие для того, чтобы старшим тыкнуть в глаза и, как бы, сказать, что ты тоже сам с усам. Так вот, сам Бог, как бы, отказывается от своей власти или правильно применяет эту власть. Он относится к человеку с любовью и, как бы, учит нас, чтобы мы не работали, не лили воду на мельницу духов. То есть, они уже настрополили, они уже подготовили к тому, что сейчас будет драма. Бог, ты Богу служил, ты Богу отдал, и вот что он сейчас с тобой сделает? А что Бог может, как Бог может опровергнуть эту отложку? Только фактом. Илья проснулся, и ангел ему служит. И раз, и два раза. И уже во сне душа его успокаивается. Он не понимает еще, что произошло. И Бог ему не говорит, пока он не будет готов принять это. Бог будет учить его иносказательно, очень долго, потому что, на самом деле, он глубоко принял в себя эту ложь. Нежность Богу к своему пророку. Илье нужно было дать возможность прийти в себя, отдохнуть, и только потом он будет способен понять духовную сущность происшедшего. Бог не спешит обличать Илью. Илью. Сначала поддержка, а потом обучение. Последствия бегства Ильи. После бегства от Изавели Илья оставался великим Божьим пророком. Но завершение его суда над Ваалом было передано другим людям. Ахав был убит в битве с царем Сирии. Изавели умертвили по приказу нового израильского царя Иуя, которого помазал на царство наследник Ильи Елисей. И Иуй также уничтожил оставшиеся 400 Вааловых пророков. То есть, вот окончание этого служения было уже возложено на других людей. И возвратился ангел Господень во второй раз. И вот обратите внимание, помните, когда Петр спал в тюрьме, что сделал ангел? Как написано, помните? Толкнул его в бок. И говорит, Петр, вставай. По-украински морщик, вставай. А вот здесь написано, коснулся его и говорит, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. Как мы будем? Ну, что ты спишь? Уже пора вставать. Ну, сколько тебе раз можно говорить? Вот. Мы, значит, вот, а здесь встань и поешь, потому что у тебя дальняя дорога. Вот так Господь учит нам правильных отношений, чтобы не быть соучастниками духа заблуждения и не увеличивать рану, которую они не носили пророку, и не увеличивать проблему, которую они создали для Бога. То есть наше правильное поведение это не просто хорошенькие мальчики или девочки, или братья, или сестры, мы становимся. На самом деле через эту любовь к ближнему сокрушаются духи, они обнаруживаются. Вот. Мы выводим их как бы на свет и выводим из линии жизни. Дороги Божьи это школы пророка. И он пошел. У нас еще приблизительно беседа на полчаса. Может быть, мы на этом закончим, отставим ее на завтра? Вчера мы перегрузились, как бы, скажем, и я боюсь, чтобы это самое. Нет, давайте мы тогда отложим на завтра. Может быть, мы еще споем, давайте, вот, или у кого-то вопросы будут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok